В течение недели в этом классе будут красить, белить и даже менять пол. Уже в сентябре ученики придут в аудиторию, где вместо привычных стендов разместят интерактивные. На них можно будет порисовать самому, а на переменах сидеть на мягких креслах. Апгрейд в Новоножкинской школе устроили петербургские девушки, бывшие педагоги, которые основали проект «Сменка». Каждый раз, когда приходили в класс, мы унывали, думали, что, блин, как можно вообще нормальный комфортно себя чувствовать, если разваленные стены вокруг, какие-то унылые шторы, мебель. Все выбирают один и тот же цвет стены, полы. Вообще это какая-то, я не знаю, какой-то тренд просто в школах. Заявку на конкурс заполнила учительница Новомоножкинской школы. Так сказать, на удачу. Признается, что преподавать иностранный язык в старых условиях и самой уже было некомфортно. Сначала я подумала, он в более-менее нормальном состоянии. Но когда я видела наши кабинеты точки роста, допустим, у нас есть точка роста в школе, я понимала, что наш кабинет в ужасном состоянии. Вот они, те самые кабинеты точки роста, которые появились в этой школе благодаря другому федеральному проекту несколько лет назад. Обновили оборудование, изменили рассадку учеников. Приблизительно таким же станет и кабинет иностранного языка. Это классно. Я представляю, что это я сяду в комфортное положение, буду учить немецкий язык и запомнится все лучше. Все расходы по обновлению, а сумма ремонта почти 300 тысяч рублей, возьмут на себя организаторы сменки. Средства они зарабатывают на создание онлайн-проектов. В их числе и ютуб-шоу, в котором рассказывают, как вместе с родителями, учителями и детьми обновляют классы по всей России. В этом году в список победителей проекта помимо Алтайской вошли также школы из Дзержинска, Нижегородской области, Удмуртского города Можга и даже из самой северной столицы. Для новомоножки на ЖЭХ, куда приезжают ученики еще из трех ближних сел, такой апгрейд – настоящий подарок новому учебному году. Анна Рашагирова, Александр Лизратов. День с толком.